Весь тот день, серый, тёмный, тихий осенний день, под низко нависшими свинцовыми тучами, я ехал верхом по необычайно пустой местности. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Ашара. Не знаю почему, но при первом взгляде на неё невыносимая тоска проникла мне в душу. Тем не менее, я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Ашар, был моим другом детства. Но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо. Очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал о моём друге очень и очень мало. Он всегда был сдержан. Мне было известно, однако, что он принадлежал к очень древней фамилии. А также замечательный факт, что эта фамилия при всей своей древности не породила ни одной боговой ветви, сколько-нибудь живучей. Иными словами, что все члены рода за весьма немногими и кратковременными уклонениями были связаны родством по прямой линии. Я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошёл в приёмную. Отсюда Лакей неслышными шагами провёл меня по тёмным и извилистым коридорам в кабинет своего господина. Наконец, Лакей доложил о моём приходе. Когда я вошёл, Ашер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину, и приветствовал меня. Без сомнения, никогда ещё человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родери Кашер. Я едва мог признать в этом измождённом существе друга моих детских игр. В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то неровность. Следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но слабой и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Оказалось, что он подвержен беспричинному, неестественному страху. Я погибну. Я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так как о ней иначе суждено мне погибнуть, я страшусь будущих событий, не их самих, а их последствий. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со словещим призраком, страхом. Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, может быть следствием гораздо более естественной и осязаемой причины, тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, его друга и товарища в течение многих лет, единственного родного существа, которое у него осталось во всем этом мире. После смерти ее я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Ашар. Когда он говорил это, леди Магдалина, так звали сестру его, медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей. Постоянная апатия, истощение. Часто и хотя кратковременные явления каталептического характера, таковы были главные признаки этого странного недуга. В течение нескольких дней имя ее не упоминалось ни Ашаром, ни мною. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали и читали. Или я слушал, как во сне, его дикие импровизации на гитаре. Однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалина нет более в живых, и что он намерен поместить ее тело на две недели до окончательного погребения в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По просьбе Ашара я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели. Он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе. Был маленький, сырой погреб, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный, пронзительный виск. Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Ашар пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и с стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее. Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату, бесцельными, торопливыми, нетвердыми шагами. Я чувствовал, что влияние его суеверных грез сказывается и на мне. Медленно, но неотразимо. На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом. Но сон бежал от глаз моих. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу. И, наконец, демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался. Сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом к тихим неясным звукам, доносившимся неведомо откуда, в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я кое-как надел платье, чувствуя, что в эту ночь не придется спать, и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнатам. Сделав два-три оборота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Ашера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его. Очевидно, он был в припадке истерии. После смерти ее я хилый и больной, без надежды на потомство. Останусь последним в древнем роде Ашера. А вы еще не видали этого? Не видали? Так вот, посмотрите. С этими словами он поставил лампу к сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. С нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку. «Вы не должны, вы не будете смотреть на это», сказал я Ашеру, отведя его от окна с ласковым насилием. «Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления. Закроем окно. Холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте. И так мы скоротаем эту ужасную ночь». Книга, о которой я говорил, была Мэтт Трист, сэра Ланчелота Каннинга. Но назвать ее любимым романом Ашера можно было разве в насмешку. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукой. И я принялся за чтение. Со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия. И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу. А я мог поздравить себя с полным успехом. Я дошел до того места, когда Этель Ред, видя, что его не пускают добрым в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнить читатель, эта сцена описывается так. Этель Ред, который по природе был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником. Но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палец и живо проломил в двери отверстие. А затем, схватившись рукой, одетый в железную перчатку за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу. Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось, будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчелота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал. Но, войдя в дверь, славный витязь Этелерет был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуею дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью «Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит. Дракона, кто убьет, получит славный щит». Тогда Этелерет размахнулся палицей и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука. Тут я снова остановился. На этот раз с чувством ужаса и изумления, так как услышал совершенно ясно слабый, отдаленный, нерезкий, протяжный визгливый звук, совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона. Подавленный при этом вторичным и необычайным совпадением, наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я, тем не менее, сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его. Хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону, а кинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланчелота. Избежав свирепости дракона, Витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит. Однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этель Реда с громким страшным звоном. Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук. Точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Ашар сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле, я бросился к нему. Он как будто коченел, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его. Жалобная улыбка появилась на губах, и он забармотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, незамечаемое его присутствие. Я наклонился к нему и понял, наконец, его безумную речь. Не слышу. Да, я слышу. Я слышу. Долго, долго, долго. Много минут. Много часов. Много дней слышал я это. Но не смел. О горе мне несчастному. Не смел. Не смел сказать. Мы похоронили ее живою. Не говорил я, что мои чувства из-за ширины. Теперь говорю вам, что я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их. Много-много дней тому назад. Но не смел. Не смел сказать. А теперь. Сейчас. Это Льрет. Ха-ха. Треск двери в приюте. Отшельника. Предсмертный крик дракона. Звон щита. Скажите лучше. Треск гроба. Визг железной двери. И судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не яется сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее. Безумец. Безумец, говорю я вам. Что она стоит за дверями? И как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания. Высокая, старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра. Но в дверях стояла высокая, одетая саваном, фигура леди Магдалина Ашер. Белая одежда ее была залита кровью. Изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожая, шатаясь на пороге. Потом, с глухим жалобным криком, шагнула в комнату. Тяжко рухнула на грудь брата. И в судорожной, на этот раз последней агонии, увлекла за собой на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее. Я бежал из этой комнаты. Бежал из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет. И я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих глазах трещина быстро расширилась. Налетел сильный порыв урагана. Полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами. Мощные стены распались и рухнули. Раздался гул точно от тысячи водопадов. И глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Ашара. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...